Луки, глава 12, стихи 54 Четвёртый, пятьдесят девятый Сказал же и народу Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите Дождь будет, и бывает так И когда дует южный ветер, говорите Зной будет, и бывает Лицемеры, лице земли и неба, распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идёшь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привёл тебя к судье А судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не уверк тебя в темницу Сказываю тебе Не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки В последние времена ничего не остаётся, кроме как проповедовать Евангелие В наши дни мы часто слышим известия о том, что людские души из каждого уголка всего мира получают прощение грехов Давайте считать это нашей пищей и благодарить Бога, живя в этом мире Я действительно верю, что проповедование Евангелия станет для нас обильной пищей Я беспокоюсь о наших братьях в Китае Как вам известно, существует большая разница между уровнем экономического развития Китая и нашей страны Многие люди в Китае работают на государственных предприятиях Поэтому они не могут получить зарплату, если правительство им её не выплачивает В подобных обстоятельствах я слышал историю об отце, который украл рис со склада, потому что был очень беден И его сын был так голоден, что не мог ходить в школу Однако в мешке риса, который он украл, была дыра И рис сыпался из мешка до его дома, когда он нёс его домой И его арестовали за воровство Он попросил власти не говорить об этом его сыну Он беспокоился о своём сыне, даже несмотря на то, что был арестован за воровство Это потому, что он не смог бы вынести, если бы его ребёнок не ходил в школу из-за того, что над ним бы насмехались его сверстники У меня болит сердце, когда я об этом думаю И вот я услышал, что власти его даже не посадили, потому что были очень тронуты этой историей Однако наши работники сейчас живут в Китае и занимаются миссионерской работой Но это очень огромная и опасная страна Свидетельство Евангелия в Китае – это опасное дело Об этом надо бы сделать особое упоминание на первой полосе нашей евангельской газеты И напечатать его крупным шрифтом, если в Китае появятся божьи работники Возможно, вы считаете, что это просто ещё одно великое дело, которое совершил Бог Потому что действительно трудно найти нескольких преданных верующих среди людей Которые только хотят заработать деньги на имени Иисуса Я хочу, чтобы Евангелие Господне было проповедано ещё больше в таких странах, как Китай Я считаю, что многие души уже получили прощение грехов благодаря нашим миссионерам Кроме того, я верю, что в недалёком будущем ещё больше людских душ получат прощение грехов Говорят, что китайские власти дают разрешение установить церковь, если есть 40 верующих Иными словами, китайские власти разрешают установить церковь, если какой-нибудь служитель наберёт 40 верующих Будет отчитываться перед властями и платить налоги Поэтому мы можем назначить брата Хэн Си Кшина служителем и установить там церковь, если там будет более 40 братьев и сестёр Если это произойдёт, мы сможем туда поехать, собрать китайцев и провести собрание возрождения Конечно, в Китае тоже есть много служителей Но эти служители проповедуют только то, что люди смогут исцелиться от болезней и разбогатеть, если уверуют в Иисуса Таких служителей много, но нет никого, кто проповедует истинное Евангелие Никто не проповедует Слово Божье так, как оно есть Когда я впервые встретил брата Хэн Си Кшина, он попросил возложить на него руки и помолиться за него, потому что он тогда был болен Меня просили об этом многие люди, но я не молился, возлагая на них руки Вместо этого я рассказывал им о возложении рук, которые принял Иисус, когда он был крещён и убеждал их получить прощение грехов Я считаю, что, возможно, многие людские души уже обрели прощение грехов, потому что люди, которые его получили, рассказывают о Евангелии своим семьям Давайте встречаться и молиться каждое утро Давайте молиться за всех братьев и сестёр по всему миру Кроме того, многие люди за рубежом получили спасение Я искренне благодарен за это Богу Не впадайте в уныние и разочаровывайтесь только от того, что люди получили спасение не от вас лично Как бы некая душа не получила прощение грехов от вас лично или от другого человека, мы являемся людьми, которых объединило Евангелие Я верю, что Бог вознаградит нас одинаково, потому что все мы объединились вместе Это так, потому что мы единодушно молимся и вместе работаем А сейчас я хочу поделиться словом из Священного Писания, которое мы сегодня прочитали Оно гласит Сказал же и народу Когда вы видите облако, поднимающееся с запада Тотчас говорите Дождь будет И бывает так И когда дует южный ветер Говорите Зной будет И бывает Лицемеры Лице земли и неба Распознавать умеете Как же времени сего не узнаете Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к суде А судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не уверк тебя в темницу Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки В этом отрывке Господь говорит своим ученикам о знамениях нынешнего века и нашего времени Господь говорит нам с вами Вы говорите, что будет ливень, когда видите тучу, поднимающуюся на западе И знаете, что будет очень жарко, когда видите, что дует южный ветер Не так ли? Тогда почему вы не можете познать того, что является праведным? Вы должны обрести спасение, получить прощение грехов, прежде чем настанет это время И прежде чем вы предстанете перед моим лицом Господь спрашивает, почему люди не могут распознать знамений времени, если нынешняя эпоха – это последние времена Господь говорил Вы хорошо умеете различать погоду в наше время Но почему вы не умеете различать праведные вещи? Разве вы не должны принять в свои сердца прощение грехов, чтобы вы не были преданы суду И не отправились в ад после своей смерти? Разве вы не должны получить прощение грехов и очиститься до снежной белизны? Наш Господь говорил о знамениях времени и спросил, почему они не судят о праведных вещах по самим себе Далее он сказал Мы не должны думать о слове Божьем, как об одном из сказок Мы не должны упускать это из виду и думать, что это просто отрывок из сказки И это правда Мы должны посмотреть это слово Бога и понять, что Он имел в виду, когда это сказал Он имел в виду следующее Нынешняя эпоха идет навстречу гибели И вы увидите конец Поэтому как можно скорее уверуйте в Евангелие и получите прощение грехов, живя в этом мире Пока вы не предстали перед моим лицом, не были осуждены и не отправились в ад за свои грехи Не кажется ли вам, что вы должны это сделать? Если вы не сможете получить прощение грехов, я, судья, вынесу приговор, который гласит, что вы грешник с грехами, когда вы предстанете перед моим лицом После этого вас возьмут под стражу И вы будете заключены в темницу Остерегайтесь этого Наш Господь велел нам примириться с ним, пока мы живы Господь велит нам уверовать в Евангелие воды и духа и получить прощение грехов как можно скорее, пока мы живем в этом мире Он говорит, что мы должны получить прощение грехов полностью, чтобы не осталось ни одной йоты греха Это значит, что мы должны получить прощение всех грехов, чтобы у нас не осталось ни одной йоты греха Как мы стали грешниками? Писание говорит, что мы стали грешниками, потому что не можем жить по закону Божьему Более того, оно говорит, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие То есть Господь имел в виду Примиритесь со мной, пока вы еще живы Как можно скорее получите прощение грехов и войдите в мое царство Вы не сможете выйти из ада, если у вас есть хотя бы одна йота греха Иисус Христос, который пришел в этот мир как Спаситель, настолько возлюбил нас, что показал нам путь к спасению В чем состоит проблема с людьми, которые до сих пор не получили прощения грехов Даже несмотря на то, что они верят в Бога в нынешнюю эпоху Почему они не получили прощения грехов, как только уверовали в Иисуса И многие годы живут как грешники Они грешники, даже несмотря на то, что верят год или два Почему они так долго живут как грешники, пока не предстают перед судьей? Потому что они неправильно понимают закон Божий, который указывает на то, что грех – это грех Многие люди, которые верят в Бога с таким ложным представлением, до сих пор не получили прощения грехов Как же мы должны понимать закон Божий, когда читаем его? Что говорит нам закон Божий? С какой целью Бог дал нам закон? Как мы понимаем этот закон? Как мы в него верим? Понимаем ли мы его правильно? А сейчас давайте поразмышляем о законе Божьем Неужели Бог дал нам, людям, закон, чтобы мы его соблюдали? Или же Он дал нам закон, чтобы мы могли осознать свои грехи? Бог дал нам закон, чтобы побудить нас к осознанию своих грехов Однако многие люди, которые верят в Иисуса, понимают закон неправильно, не зная этой истины Это идеалисты, которые противоречат сами себе Без всякой причины, считая, что мы должны соблюдать закон Через Моисея Бог дал нам закон, который состоит из 613 позволений и запретов Он представлен десятью заповедями Почему же Бог дал нам этот закон? Неужели Он дал нам его, чтобы мы его соблюдали? Или же Он дал нам его, чтобы мы осознали свои грехи? Он дал нам его, чтобы мы осознали свои грехи? Таково Слово Божье Несмотря на это, многие люди пытаются обрести спасение, соблюдая закон Вот почему они не могут получить истинного прощения грехов Даже до того времени, когда они предстают перед справедливым судьей Поистине, день суда над миром и конец мира все ближе и ближе Приближается конец не только каждого человека, но и конец мира А что же мы, люди? Неужели люди доживают до того дня, не подготовившись к тому, чтобы войти в Царство Небесное? Они должны получить прощение грехов Но они даже не знают, что они грешники Данное явление – это результат их неверного представления о законе, который дал Бог Послание к Галатам говорит, что закон является нашим путеводителем ко Христу И что мы не под законом после того, как к нам пришла вера Также сказано, что закон имел власть над нашими сердцами только до того времени, когда в этот мир пришел Иисус Христос Люди считают, что могут соблюдать закон Подобная мысль возникает у них потому, что они не знают закона Божьего Разве может человек соблюсти весь закон? Если вы хотите получить истинное благословение перед лицом Бога Значит, вы должны как можно скорее понять, что вы не можете соблюдать закон И принять в свое сердце Евангелие воды и духа Это единственный путь к спасению На страницах 10 главы Евангелия от Луки появляется законник Он спросил Иисуса «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему «В законе что написано?» «Как читаешь?» Тогда он ответил «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя» Тогда Иисус сказал ему «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить» Чуть позже этот законник снова подошел к Иисусу и задал ему еще один вопрос «Иисус, а кто мой ближний?» На этот вопрос Иисус дал ответ в притче В то время законник в некотором смысле был духовным руководителем Попросту говоря, это был человек, который не родился свыше, а только жил религиозной жизнью, воображая себя руководителем Когда этот человек спросил «А кто мой ближний?» Иисус ответил ему в притче Давайте вместе посмотрим слово Иисус сказал «Увидев его, прошел мимо» Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему Позаботься о нем И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал Оказавший ему милость Тогда Иисус сказал ему Иди, и ты поступай так же Луки, глава 10, стихи 30-37 Что вы думаете об этом слове? Неужели вы думаете О, я должен жить добропорядочной жизнью, как добрый Самарянин, потому что так сказал Иисус? Однако это нелепое толкование является плодом человеческого вымысла Слово Господа не имеет этого в виду Левит и священник – это просто религиозные руководители Люди, которые верят в Бога, не родившись свыше В этой притче Господь сказал Неужели законоучитель, который утверждает, что необходимо соблюдать закон, имеет истинную веру? Можете ли вы соблюсти весь закон, даже несмотря на то, что вы знаете, что закон справедлив? Нет Господь рассказал эту притчу, чтобы это показать А кто же такой добрый Самарянин? Это наш Господь, Иисус Христос Хотя Иисус по плоти был израильтянином, все израильтяне его отвергли Но даже несмотря на это, Иисус порвал свои одежды на полосы, чтобы перевязать жертве раны И позаботился о нем Это означает, что Иисус Христос, который есть Бог и Сын Божий Оставил свою славу, пришел в этот мир, взял все наши грехи на себя И полностью изгладил все грехи всех грешников, которые не могут жить по закону Все люди несчастны И вся их жизнь проходит в мучениях Мы изо всех сил стараемся жить по слову Божьему, а также по этическим и нравственным нормам, которые установили великие мудрецы этого мира Но мы являемся людьми, которые не могут жить праведно, потому что мы родились грешниками Никто из грешников не может соблюдать закон, даже несмотря на то, что мы знаем, что закон Божий справедлив Поэтому мы всю свою жизнь грешим, нравится нам это или нет Все люди этого мира совершают грехи и живут жалкой и несчастной жизнью, зная, что они стали грешниками и отправятся в ад После того, как будут преданы суду в последний день Такова участь каждого человека Однако Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти этих грешников Тогда наш Господь может нас с вами спасти от грешного мира Подобно тому, как только Иисус спас женщину, которая была схвачена в прелюбодеянии Спас одержимых бесами Спас блудниц и блудников Спас мошенника и спас всех больных и немощных Из Божьего закона нам только нужно понять, что мы действительно являемся грешниками перед лицом Бога и заслуживаем ада А затем мы должны прийти к Иисусу Вы просто должны признать Боже, я грешник Я человек, который заслуживает ада И предстать перед лицом Спасителя, не ожидая от этого мира ничего Затем мы должны предстать перед Его лицом и получить спасение Уверовав в истину о том, что Иисус изгладил все наши грехи Иисус поистине изгладил все наши грехи Написано Тогда придите и рассудим Говорит Господь Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю Если будут красны, как пурпур, как волну убелю Исайя, глава 1, стих 18 Это означает, что Господь взял на себя все грехи без исключения И это правда Господь полностью спас нас от грехов Однако некоторые люди говорят Что они по-прежнему являются грешниками Даже несмотря на то, что верят в Иисуса Почему? Именно потому, что они понимают Слово Божье неправильно Бог дал закон Наш Господь пришел в этот мир как Спаситель Кроме того, Он дал нам закон через Моисея Еще до того, как пришел в этот мир Почему же Господь сначала дал нам закон? Господь дал нам закон Чтобы мы поняли и осознали свое греховное естество Все потомки Адама родились с грехом Все люди мира родились расположенными к убийству Прелюбодеянию, зависти, воровству и другим всевозможным грехам Марка, глава 7, стихи 21-23 Однако люди, которые стали грешниками Не знают, что они великие грешники Вот почему Господь дал людям закон До того, как пришел в этот мир И дал им возможность осознать свои грехи Господь пришел в этот мир Когда они осознали себя грешниками Кроме того, после пришествия в этот мир Господь взял на себя все грехи Всех грешников Посредством крещения И это правда Наш Спаситель Иисус сначала дал этому миру закон А затем пришел в этот мир лично Что это означает? Это означает, что мы являемся грешниками Которые родились потомками Адама В наших сердцах есть грехи Изначально, с самого рождения Что говорит слово из Евангелия от Луки, глава 13, стихи 1-5? Оно говорит, что Пилат убил некоего человека Из Галилеи Взял его кровь и принес ее в жертву идолу Наряду со своим собственным приношением Идолу, которому он поклонялся Люди рассказали об этом Иисусу Они сказали ему Пилат убил некоего человека Из Галилеи Смешал его кровь Со своим жертвоприношением И принес ее в жертву Что же на это Сказал им Иисус? Он сказал Думаете ли вы, что эти галилеяне Были грешнее всех галилеян Что так пострадали? Нет, говорю вам Но если не покаетесь Все так же погибнете В то же самое время В Израиле произошел несчастный случай И восемнадцать человек погибли из-за того Что упала огромная башня Силаамская На это Иисус сказал Или думаете ли, что те восемнадцать человек На которых упала башня Силаамская И побила их Виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Это означает, что те люди Являются такими же грешниками, как и вы Среди людей есть две категории грешников Одни действительно совершают грехи А другие грешат только в своих сердцах Тогда какой же человек Является настоящим грешником в глазах Божьих? Мы, люди, говорим, что настоящие грешники Это те, которые совершают грехи на деле Однако Бог такого не говорил Бог считает всех их одинаковыми Независимо от того, грешат они на деле Или в сердцах Иисус сказал А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением Уже прелюбодействовал с нею в сердце своем Матфея, глава пятая, стих двадцать восьмой Это означает, что все они одинаковы Независимо от того, действительно ли они совершили прелюбодеяние Или прелюбодействовали только в своем воображении Наш Господь говорит, что человек терпит невзгоды И умирает не потому, что он совершил больше грехов Он говорит, что все люди являются одинаковыми грешниками Все люди, которые заслуживают суда, обвинительного приговора И пребывания в аду Являются грешниками Потому что все они родились таковыми Признаете ли вы это? Мы с вами должны признать себя одинаковыми грешниками Независимо от того, сколько мы грешили Много или мало Все люди являются грешниками Перед лицом Бога Как же нам осознать тот факт, что мы грешники? Нет иного способа это осознать Кроме как с помощью закона Который дал нам Господь Если бы нам не был дан закон Божий Мы не были бы грешниками Люди могли бы ходить повсюду Если бы не было закона Который говорит, что пешеходы должны ходить по тротуарам Или через переходные переходы Полиция не могла бы ничего с этим поделать Если бы не было соответствующего закона Это значит, что если нет закона или правила То нет и преступления Мы были бы грешными созданиями Даже если бы родились с грехом Если бы Бог не дал нам закон через Моисея Однако Бог явно дал этот закон через Моисея Что говорит закон? Он гласит Да не будет у тебя других богов Пред лицом моим Не делай себе кумира И никакого изображения того Что на небе вверху И что на земле внизу И что в воде ниже земли Не поклоняйся им И не служи им Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно Помни день субботний Почитай отца твоего и мать твою Не убивай Не прелюбодействуй Не кради Не произноси ложного свидетельства На ближнего твоего Не желай дома ближнего твоего Что вы думаете об этих десяти заповедях Которые вы здесь видите? До ныне мы были не способны Понимать эти уставы Мы бы не служили Богу должным образом Но поклонялись бы чему-то другому И проклинали Бога всякий раз Когда нам это хотелось Мы бы сказали Если есть Бог То почему презренный человек Живет так хорошо А порядочный так плохо Как такое может быть? Действительно ли Бог добр? Чего ты хочешь, Бог? И проклинали бы Бога Что это значит? Это значит, что даже люди Которые говорят Что верят в Господа Являются грешными созданиями Которые не способны Соблюдать данный Господом закон Что значит Светить день субботний? Я человек, который вырос В пресвятерианской церкви Я сегодня купил сахарную вату для детей Потому что они дерутся и плачут Но разве мог бы пресвятерианин Купить сахарную вату в воскресенье? Они даже не могут Ничем послужить в воскресенье Даже если к ним домой придет гость В то время я говорил Я не могу выйти и купить чего-то в воскресенье Потому что я верю в пресвятерианские учения Пожалуйста, прости меня И вел себя очень самоуверенно Однако на это нет воли Божьей Это просто ложное человеческое представление О законе Божьем Бог велит нам светить субботу Но не велит нам строго соблюдать этот день Бог повелел нам Светить служение Господа Который изгладил все наши грехи Наш Иисус сказал Ибо Сын Человеческий Есть Господин и субботы Иисус – это Спаситель и Господь Который дает нам утешение Поэтому хранить святость дня субботнего Значит хранить веру в Евангелие воды и духа Которым Господь изгладил все наши грехи Подумайте об этом Как нам соблюсти день субботний в совершенстве Когда в нашей стране ночь В Соединенных Штатах день Я мог бы вылететь на следующий день После субботы Чтобы соблюсти день субботний Но день, в который я прибуду в Соединенные Штаты Будет субботой по местному времени Поэтому оказалось бы Что мы не смогли соблюсти субботу Даже сами, того не зная По сути, люди никак не могут соблюсти субботу Если смотреть на это буквально В Марка, глава 7, стихи 20-23 Господь говорит Ибо из внутрь Из сердца человеческого Исходят злые помыслы Прелюбодеяния Любодеяния Убийства Кражи Лихаимства Злоба Коварства Непотребства Завистливое око Богохульство Гордость Безумство Все это зло Из внутрь исходит И оскверняет человека Закон велит нам Почитать своих родителей Но из сердца человека Исходят грехи Которые нарушают закон Кроме того В своих сердцах Мы время от времени Хотим осложнить Своим родителям жизнь Как могут люди С подобными сердцами Достойным образом Почитать своих родителей Конечно Позже Когда у них появляются И вырастают Свои дети Многие из них задумываются Мне кажется Я понимаю сердца Своих родителей Теперь Когда я воспитываю Собственных детей И начинают Почитать Почитать Своих родителей И постоянно Проводить Поминальные службы Однако Прежде чем Повзрослеть Им нравится Досаждать Своим родителям И они Это делают Даже сами Того Не осознавая Так Они уходят Из дома Лгут Своим родителям И тому подобное Неужели вы Такого не делали Неужели вы Не делали Всего Что вам Хотелось Чтобы Привлечь К себе Внимание Родителей Человек Который Не получил Прощения Грехов В сердце Своем Не может Почитать Своих родителей Даже Когда Становится Взрослым Закон Велит Нам Не Убивать Но Если Человек Кого-то Ненавидит Он Может Совершить Жестокое Убийство Человек Совершил Грех Убийство Перед Лицом Бога При этом Чувствуя В сердце Своем Я хочу Его Убить Когда Мы Воспитываем Детей Мы Поначалу Говорим Им Не Делай Этого А потом Ругаем Их И Жесток Объем Вот Такое Сердце Вынашивает Замыслы Об Убийстве Человек Хочет Совершить Убийство Среди Нас Нет Ни Одного Кто Бо Его Не Совершил Кроме Того Закон Сказал Что Мы Не Должны Прелюбодействовать Но Даже Простые Студенты Совершают Прелюбодеяние Потому Что В наше Время У Них Быстро Происходит Половое Созревание Также Он Говорит Что Мы Не Должны Воровать Но Как Часто Мы Воровали Такие Вещи Как Дыни И Арбузы Когда Были Подростками Знаете Львы Как Много Людей Воруют Деньги У Других Используя Компьютеры Все Мы Одинаковые Грешники Человек Который Погиб Когда Упала Башня Силаамская Не Является Единственным Кто Погиб Из-за Того Что У него Были Грехи В действительности Все Мы Являемся Грешниками Перед Лицом Бога Мы Совершили Возможные Грехи Нарушив Закон Божий Который Велит Не Красть Не Завидовать И Не Лгать Мы Не Смогли Соблюсти Положение Закона О том Что Можно Делать А Чего Нельзя Являетесь ли Вы Грешникам Мы Можем Осознать Себя Грешниками С Помощью Данного Нам Закона Иными Словами Осознание Того Что По Закону Является Грехом Это И Есть Причина По Которой Он Нам Его Дал Не Будь Закона Божьего Мы Бы Не Знали Что Мы Грешники Даже Если Бы Мы Умерли И Воскресли Даже Если Бы Мы Убили Человека Мы Бы Оправдывались И Говорили При Таких Обстоятельствах У Меня Не Было Иного Выбора Я Сделал Это Потому Что Он Мне Надоел Однако Это Неправда Каждый Человек По Своему Естеству Является Скопищем Грехов Все Люди Грешны Поэтому Бог Дал Нам Свой Закон Перед Тем Как Прийти В этот Мир Чтобы Спасти Нас С Помощью Закона Божьего Мы Осознали Свою Греховную Природу Говоря При Этом Я Грешник Который Не Жил По Слову Божьему Поэтому Я Виновен Если Бы Мне Был Вынесен Приговор Согласно Закону Божьему Потому Что У Меня Есть Грехи Иисус Приходит К тем Из Нас Кто Признает Себя Грешником И Дарует Нам Истинное Благословение Спасения Что Что Делать После Этого Мы Должны Прийти К Нашему Спасителю Иисусу Христу Иисус Пришел В этот Мир Чтобы Спасти Нас С Вами От Всех Грехов А Затем Нам Нужно Сосредоточиться И Поразмышлять Над Тем Как Господь Спас Нас От Всех Наших Грехов Мы Обретем Спасение Если Он Возьмет Все Наши Грехи На Себя Но Мы Попадем В ад Если Он Оставил У Нас Даже Одну Йоту Греха От Кого Зависит Наше Спасение Прощение Грехов И Восшествие На Небеса Это Зависит От Иисуса Христа Нашего Спасителя Например У Плывущего Человека Неожиданно Свело Судорогой Ногу Он Уже Не Может Плыть Потому Что Его Свела Судорога Несмотря На То Что Он Хороший Пловец Который Умеет Плавать Свободным Стилем На Спине И Батерфляем В Отчаянии Он Бьет Руками По Воде И Изгибается Но Это Не Помогает От Кого Зависит Спасение Этого Человека Это Зависит От Спасателя Его Его Спасти Если Кто-то Подплывет К нему На Лодке И Подберет Его Но Если Его Бросят Он Погибнет То же Самое Происходит И с Нами Прощение Грехов Полностью Зависит От Нашего Спасителя Иисуса Христа Мы Изначально Родились С Грехом И Все Мы Отмечены Как Грешники На Основании Закона Божьего Нам Вынесен Обвинительный Приговор Мы Являемся Людьми У Которых Есть Грехи Мы Совершаем Грехи До Самой Смерти Так Неужели Мы Сможем Избежать Наказание За Все Эти Грехи Собственными Силами Нет Господь Сказал Что Мы Никогда От Этого Не Избавимся Если За Все Грехи Не Будет Заплачено И От Них Не Останется Ни Одной Йоты От Кого Же Зависит Наше Спасение Оно Зависит От Иисуса Мы Получим Спасение Если Иисус Изгладил Все Наши Грехи Не Оставив У нас Ни Одной Йоты Из них Но Мы Отправимся В ад Если Господь Оставил У нас Хотя Бы Малое Количество Грехов Даже Несмотря На то Что Он Пришел Нас Спасти Это Означает Что Мы Вообще Не Получим Спасения С Помощью Собственных Усилий Как Же Нам Тогда Спастись Мы Получаем Спасение Верой Верой Или Делами Нашей Верой Но Не Нашими Делами Как Же Нам Обрести Веру Господь Сказал Что Вера От Слышания От Слова Божьего Римлянам Глава Десятая Стих Семнадцатый Это Значит Что Вера Приходит От Слушания Слова Божьего Все Мы Одинаково Тонули Как Бы Мы Не Старались Спастись Как Бы Исправно Не Платили Десятину Как Бы Мы Не Свидетельствовали И Сколько Бы Не Присутствовали На Всенощных И Ранних Утренних Молитвенных Собраниях И Как Бы Мы Не Принимали Участие В Волонтерской Деятельности Мы Не Обретаем Веру В Спасение Исповедуя Перед Богом Свои Проступки И Прося Его Простить Нас Таким Образом Мы Получаем Прощение Грехов Становимся Верующими В Бога И Восходим На Небеса Исключительно Благодаря Иисусу Христу А Не Собственными Силами Имя Иисус Означает Спаситель Кто Наш Спаситель И Наш Мессия Иисус Кто Спаситель Грешников Кто Спаситель Женщины Которая Была Схвачена В Прелюбодеянии Кто Спаситель Грешников Которые Не Могут Удержаться От Греха До Самой Своей Смерти Таких Грешников Может Спасти Только Иисус Наш Господь Сказал Что В мире Есть Только Одно Имя Которым Мы Смогли Бы Обрести Спасение Деяния Глава 4 Стих 12 Нас Спас Только Иисус Если В наших Сердцах До Сих Пор Есть Грехи Даже После Того Как Мы Уверовали В Иисуса Тогда Мы Должны Знать Что Мы Грешники Независимо От Того Есть Есть ли У нас Грехи До Или После Того Как Мы Уверовали В Иисуса Мы Должны Знать Что По Закону Божьему Мы Являемся Грешниками Мы Можем Получить Прощение Всех Наших Грехов Через Иисуса Христа Услышав Евангелие Которое Дарует Господь Я Действительно Жил Как Грешник В течение Десяти лет После Того Как Впервые Уверовал В Иисуса Такая Жизнь Была Просто Адом В то Время Я Даже Подумывал О Самоубийстве Я Старался Жить Праведной Жизнью Но Это Был Ад Я Понял Что Я Стал Еще Более Несчастным Человеком После Того Как Уверовал В Иисуса Чем До Этого Но Откуда Я Об этом Узнал Я Узнал Об этом Из Слова Божьего Я Думал Что Я Достаточно Умен И Считал Себя Праведным Человеком До Того Как Уверовал В Иисуса Я Был Несчастным Человеком Как Признал Апостол Павел Я Жил Некогда Без Закона Но Когда Пришла Заповедь То Грех Ожил А Я Умер Римлянам Глава Седьмая Стих Девятый Впоследствии В мое Опустошенное Сердце Вошел Иисус Христос И мое Сердце Очистилось От Грехов До Снежной Белизны После Того Как Я Услышал Понял И Уверовал В Евангелие Иисуса Христа Я Праведный Человек В моем Сердце Нет Грехов Почему У меня Нет Грехов Как И Написано В Римлянам Глава Третья Стих Десятый Нет Праведного Ни Одного Все Мы Изначально Родились Грешниками А Не Праведниками Но Я Стал Праведником Потому Что Иисус Пришел В этот Мир И Спас Всех Людей Верующих В Него Своей Праведностью Вы Должны Уверовать В Иисуса Почему Мы Должны В Него Уверовать Мы Должны Уверовать В Иисуса Потому Что Мы Действительно Грешники Вообще То Нам Не Нужно Было Бы Верить В Иисуса Христа Не Будь Мы Грешниками Однако Каково Наше Состояние В Настоящее Время Мы Родились Грешниками Как же Тогда Мы Можем Решить Проблему Своих Грехов Получаем Ли Мы Прощение Наших Грехов Вознося Покаянные Молитвы Все Ночные Молитвы И Молитвы Во время Поста Теперь Когда Мы Уже Получили Прощение Нашего Первородного Греха Это Все Равно Что Пытаться Спасти Себя Собственными Силами Когда Мы Тонем Человек Который Тонет В океане Никогда Не Может Спастись Собственными Силами Он Сможет Спастись Только Если Кто-то Захочет Его Спасти Это Означает Что Человек Никогда Не Сможет Спастись Самостоятельно Каждый Человек Подобен Тому Кто Безнадежно Тонет Посреди Тихого Океана Все Люди Которые Были Унесены Пятиметровыми Волнами Тонут Посреди Тихого Океана И Ожидают Спасителя Пока Их Жизнь Не Оборвалась Мы Будем Спасены Если Придет Избавитель Которого Мы Ожидаем И Спасет Нас Иначе Мы Пойдем На Корм Рыбам Если Погибнем До Его Прихода Что Это Означает Это Значит Что Люди У Которых Есть Грехи Должны Ждать Спасения От Иисуса Христа Мы Будем Проводить Собрание Возрождения Начиная С Завтрашнего Дня И Мы Проведем Его С Радостью Люди Спасутся Автоматически Если Только Услышат Слово И Уверуют В Него Всем Сердцем Человек Который Повстречал Разбойников Не Получил Спасения От Врача И Не Сказал Разбойники Избили Меня Палкой И Я Потерял Много Крови Пожалуйста Перевяжи Меня Слово Божье Говорит Что Разбойники Оставили Его Полумертвым Хотя Мы Едим Плотскую Пищу И Кажется Что Мы Хорошо Живем В Действительности Мы Духовно Полумертвы Из-за Наших Грехов Однако Несмотря На то Что Наша Жизнь Держалась На Волоске Наш Господь Посетил Нас И Засвидетельствовал Нам Евангелие Воды И Духа Поэтому Люди Которые Верят В этой Евангелии Всем Сердцем Получили Прощение Грехов И Снова Обрели Настоящую Жизнь Если Кто-либо До сих пор Имеет Грехи В своем Сердце Из-за Того Что Он Не Принял Евангелие Воды И Духа То Я Искренне Прошу Такого Человека Уверовать В Евангелие И Получить Прощение Грехов В течение Этой Недели Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok